Ложь Здравствуйте! Сегодняшняя речь называется Ложь. Бывает ли она оправданной? Еще находясь в организации, я стал замечать в Библии сообщения о том, как некоторые люди, даже верные служители Бога, говорили неправду и не были осуждены. Бог никак не осуждал их в своем слове за это. Я решил посмотреть, как верный раб это объясняет. И вот открыл в Пробудись 2000 год, 8 октября, страница 30, вопрос читателей. И другие места тоже открывал. В общем, я исследовал и пришел к выводу, верный раб осуждает всякую ложь. То есть говорит, что любая ложь неприемлема. Не может быть приемлемой, не может быть оправданной. Но при всем этом он признает. Вот что написано в Пробудись 2000 год, 8 октября, страница 30. Некоторые богобоязненные люди, например, Авраам, Исаак, Рааф и Давид, так или иначе участвовали в обмане. Однако не были осуждены, как лжицы. Признает, что служители Бога участвовали в обмане. И как он это объясняет? Дальше сказано так. Надо признать, что они находились в исключительных обстоятельствах. Вот такое объяснение. Меня, не знаю как вас, меня не удовлетворяет. Такое объяснение. Для меня это похоже, знаете, вот как некоторые религии объясняют Троицу. Они говорят, да, Бог один единственный, истинный Бог. Ну, в трех лицах. И здесь то же самое я вижу. Вернерап говорит, что неприемлема никакая ложь. Никакая ложь не может быть оправданной. Но, находясь в исключительных обстоятельствах, человек может солгать и не быть за это осужденным. Вот. Не знаю как вам. Меня это вообще не удовлетворяет такой ответ. Я не понимаю этого. Как так? Поэтому я провел самостоятельное исследование Священного Писания и подготовил эту речь. Послушайте, пожалуйста. Сначала приведу примеры некоторых людей, которые говорили ложь. Бытие 27 глава с 5 стиха Ревекка. Ревекка. Так вот, сын, послушайся моего голоса и сделай, что я тебе повелю. Пойди, пожалуйста, в стадо и принеси мне двух хороших козлят, и я приготовлю из них любимое кушанье твоего отца. А потом ты отнесешь его отцу, и он поест, чтобы благословить тебя перед своей смертью. Ревекка велит своему сыну обмануть своего отца, чтобы получить обманом благословение, предназначавшееся для старшего брата. Дальше Яков сказал своей матери Ревекке, «Но у моего брата Исаава тело покрыто волосами, а у меня кожа гладкая. Вдруг отец меня ощупает? Тогда он подумает, что я насмехаюсь над ним, и я навлеку на себя не благословение, а проклятие». На это мать сказала ему, «Сын, проклятие будет не на тебе, а на мне. Только послушайся моего голоса и пойди, принеси их мне». Он пошел и принес их матери, и она приготовила любимое кушанье его отца. Потом Ревекка взяла одежду своего старшего сына Исаава, лучшую одежду, какая была у нее в доме, и надела на своего младшего сына Якова. А его руки и часть шеи, на которой не было волос, покрыла шкурами козлят. Затем она дала в руки своему сыну Якову вкусное кушанье и хлеб, который приготовила. «Он вошел к отцу и сказал, «Отец!» Тот ответил, «Да, кто ты, мой сын?» И Яков сказал отцу, «Я Исаав, твой первенец». Вот. И Яков, служитель Бога, обманул своего отца, чтобы обманом получить благословение. И побудила его к этому мама, Ревекка. Вот два служителя Бога солгали. Хорошо, возьмем следующий пример. А, и по контексту вы можете увидеть, что Библия их не осуждает никак. Бог никак не осуждал их в своем слове. Так, следующий пример. Иисус Новин. Иисус Новин, вторая глава. Догадались? Раав. Вторая глава. С третьего стиха. Тогда царь Ерехона послал сказать Раав, «Выведи людей, которые пришли к тебе в твой дом, потому что они пришли осмотреть всю землю». Между тем женщина взяла этих двух человек и спрятала их. Она сказала, «Да, ко мне приходили люди, но я не знала, откуда они. Когда же при наступлении темноты закрывали ворота, эти люди ушли. Я не знаю, куда они пошли. Бегите за ними скорее, и вы догоните их». Вот. Раав обманула тех, кто пришел за разведчиками. И что? Осудил ли Бог Раав? Нет. Напротив, Раав похвалили за то, что она проявила веру. Это одиннадцатая глава евреям. Евреям одиннадцатая глава, тридцать первый стих. Здесь сказано, «Верой Раав, блудница, не погибла с теми, кто не повиновался». Почему? Потому что приняла разведчиков с миром и спасла им жизнь тем, что обманула, сказала ложь их преследователям. Несмотря на то, что она сказала ложь, ее за это не осудили. Бывает ли ложь оправданной? Судя по этому примеру Раав. Бывает. Еще один пример. Первая Самуила. Старь Давид. Сказал ложь. Первая Самуила, двадцать первая глава. Первый второй стих. Первая Самуила, извините, двадцать первая глава. Первый второй стих. Давид пришел в Номву к священнику Ахимилеху. Увидев Давида, Ахимилех испугался и спросил его, «Почему ты один, и с тобой никого нет?» Давид ответил священнику Ахимилеху, «Царь дал мне одно поручение и сказал, «Никто не должен знать о поручении, с которым я тебя посылаю и которое я тебе дал». Царь на самом деле не давал ему никакого поручения, потому что царь Саул преследовал Давида, хотел убить его, поэтому Давид убежал от него. Здесь он говорит священнику неправду, лжет. И восьмой стих. Затем Давид спросил Ахимилеха, «Нет ли у тебя здесь копья или меча? Я не захватил ни меча, ни другого оружия, потому что поручение царя было срочным». Опять лжет. Продолжается ложь. Осудил ли Бог его за это? В Божьем слове нет осуждения за это. Итак, принимая во внимание выше приведенные места Писания, можно прийти к выводу, что ложь бывает оправдана. Почему? Почему Иегова не осуждает ложь? Сейчас посмотрим еще один пример. Сам Иегова. Сам Иегова использует ложь. Вторая летопись. Восемнадцатая глава. С восемнадцатого стиха. А Михей добавил, «Итак, выслужите слово Иеговы. Я вижу Иегову, сидящего на престоле, и все небесное воинство, стоящее справа и слева от него». Иегова сказал, «Кто обманом заставит Ахава, царя Израиля, пойти на Ромо в Галат, чтобы он пал там?» Они стали говорить. И один говорил одно, а другой другое. Наконец вышел один дух и став перед Иеговой сказал, «Я обману его». «Как?» спросил Иегова. Тот ответил, «Я выйду и стану духом заблуждения в устах всех его пророков». Тогда он сказал, «Тебе удастся обмануть его. Иди и сделай так». Иегова повелел духу обмануть царя Ахава, то есть дать ему ложные сведения через его пророков. Для этого нужно было обмануть всех пророков царя Ахава, дать им ложные сведения. Таким образом, Иегова сам использовал ложь, чтобы выполнить свою волю, исполнить свою волю. Почему Иегова использовал ложь? Из этого видно, что Иегова не видит, не считает предосудительным использование лжи. Почему? Для этого можно привести такой пример. Если сравнить ложь с оружием. Например, ложь – это оружие, которое создал сатана. В Библии. Иоанна 8, главе 44 стихе сказано, что сатана – отец лжи. Поэтому можно сравнить ложь с оружием, которое создал сатана. Вот. Но Библия, она в Библии есть пример того, как один человек убил другого своего врага и Божьего оружия. Сейчас я зачитаю этот пример. Это 2 Самуила, 23 глава. 2 Самуила, 23 глава, 21 стих. Он же убил огромного египтянина. И хотя в руке у египтянина было копье, он пошел на него с палкой. Он вырвал из руки египтянина копье, и его же копье убил его. Вот. Человек убил своего врага его же оружием. Забрал у него оружие и убил его. Поэтому, если мы сравним ложь с оружием, то Иегова он не считает предосудительным пользоваться оружием врага в войне с ним, в битве с ним. Его же оружие воевать. Сатана создал оружие ложь. Иегова Бог тоже создал оружие. Истина. Вот Божье слово сравнивается с мечом. Это истина. Это оружие, которое создал Бог. Но Библия говорит о том, есть пример в Библии о том, как Сатана использовал оружие, созданное Богом, для того, чтобы обмануть Иисуса Христа, Божьего Сына. Он поставил его на стене высокой и сказал, прыгни вниз, ведь написано ангелам своим заповедить о тебе, и они понесут тебя, чтобы ты не упал, не разбился. Вот Сатана использовал оружие, созданное Богом, в борьбе с Богом, с его Сыном. Поэтому Иегова, он тоже не видит ничего предосудительного в том, чтобы взять оружие Сатаны и с ним же воевать, его же оружие. Вот я к такому роду пришел, исследовав этот вопрос. Сегодня идет духовная война. Сдава в них оружие, духовная война идет. И пользоваться оружием просто необходимо. Необходимо уметь пользоваться оружием. И любым оружием, не важно каким, пользуетесь ли вы оружием, созданным Богом, или пользуетесь оружием, созданным сатаной, нужно просто правильно уметь им пользоваться. Например, вот в каждом доме на кухне нож есть Потому что в доме без ножа не обойтись Ни лук не порезать, ни мясо не порезать Обязательно в доме есть нож И если правильно им пользоваться То он будет приносить только пользу Но неправильное использование ножа Оно может причинить вред, конечно Так и здесь Оружие, неважно какое оружие вы выбираете Нужно правильно им пользоваться Как неправильно пользоваться оружием? Пример, Колоссиан, 3 глава 9 стих Не лгите друг другу Иегова предупреждает Неправильное использование оружия Это друг против друга Не лгите друг другу Это неправильное использование оружия И еще в Библии есть Такое сообщение, что Иегова ненавидит лжесвидетеля Проливающего кровь То есть человек дал ложное свидетельство Против другого человека Против невиновного человека Дал ложное свидетельство И того человека Осудили и побили камнями Убили Хотя на самом деле он не виноват Вот такое использование оружия Иегова ненавидит Не одобряет А когда раб Использовала ложь Для чего? Для того, чтобы спасти разведчиков Спасти жизнь двум человекам И у нее получилось Она спасла жизнь двум человекам Их не поймали и не убили Иегова не осудил ее А наоборот похвалил То есть из этого можно увидеть Что Иегова Он не осуждает использование оружия Просто он осуждает Неправильное использование оружия Из этого видно Что Иегова Смотрит мотив человека С каким мотивом он взял оружие С какой целью он его использовал Вот что имеет значение для Иеговой А сама ложь Она не предусудительна Так же как вот нож дома У вас есть нож Никто не считает его Оружием Это полезная вещь Которая приносит пользу Вот Еще так же хочу напомнить Что бывает неправильное использование Божьего слова Например Сейчас привезу пример Откровение 20 глава 5 стих Откровение 20 глава 5 стих Остальные из мертвых Не ожили Пока не окончилось Тысяча лет Библия учит Что в тысячелетнем правлении Христа Кроме 144 тысяч Которые воскреснут В первом воскресенье Больше Никто не оживет Пока не окончится Тысяча лет Остальные из мертвых Не оживут Пока не окончится Тысяча лет Но Публикация Раба Вы можете найти Такое Объяснение Что В тысячелетнем правлении Христа Кроме 144 тысяч Воскреснут Миллиарды Умерших До конца Тысячелетнего правления Все эти миллиарды Умерших Станут Совершенными И После Тысячелетнего правления Когда выпустят Сатану Сатана Якобы Испытает Всех этих Ставших Совершенными Воскресших Мертвых Хотя Библия говорит Что Никто не воскреснет Пока не Окончится Тысяча лет Сатана Выйдет И некого Будет испытать Потому что Они еще не Воскресли Вот чему учит Библия И Верный раб Неправильно Использует Божие слова И поэтому Рано или поздно За это Придется Ответить Ему И в заключение Хочу Сказать Всем Кто сегодня Питается Со стола Организации Свидетелей Голова Если вы хотите Следовать за Христом Вам нужно Духовно расти Вам просто Необходимо Нужно научиться Самостоятельно Отыскивать Ответы На свои вопросы И не в слове Человека А в Божьем слове Просто необходимо Вам нужно Научиться Самим готовить Себе пищу Если вы хотите Следовать за Христом Если вы будете Стоять вокруг Руководящего совета И ждать Когда он вас накормит Вы конечно С голоду не умрете Но духовно Вы не вырастите Потому что он сам Духовно не растет Спасибо за внимание Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok